Книга путешествий продолжается. Я немного передохнула рядом с убежищем Диплендера и готов отправиться в дальнейший путь. По-моему, ночь по-прежнему протекает спокойно, не думая заканчиваться. Потоки времени мне, по крайней мере, пока что еще здесь не совсем понятны, как долго длится здесь день, как долго ночь. Сколько нужно ждать, например, у костра, чтобы сменилось время суток и происходит это или нет. Есть у меня ощущение, что немножко стало как будто светлее, но, возможно, это лишь обманчивое впечатление. Возможно, мои глаза просто привыкли немного к этому ночному свету. Но мы встаем постепенно. Сейчас будем тушить костер. С интерфейсом пока что вот здесь небольшие проблемы. Если его закрываешь, довольно сложно потом нацелиться на кнопку, чтобы его открыть в дальнейшем. Но тоже, я думаю, это поправит какой-нибудь из небольших патчей обновлений. Ах, костер, конечно же, мы будем тушить, прежде чем покинем это место. Не думаю, что здесь есть большая угроза пожара. Тем не менее, конечно, это будет правильно. Теплота постепенно тускнеет. И класс нашего героя также тусклый. Все это вполне себе соответствует друг другу. Все же, мы покидаем Диплендер. Наверное, нужно на прощание с ним. На прощание, не на прощание, но мы явно еще не скоро увидимся. Потому что я покину в ближайшее время этот остров. Переговорим. С осторожностью. Вот что я не расслышал в прошлый раз, когда она это говорила, этот совет. Выбирай слова и выбирай пути с осторожностью. Мы снова встретились, хилим. Можно найти здесь в озерах различные морские ракушки, как мы это делали. Также они в потоках встречаются и на морских берегах просто. Она продолжает давать советы по поиску конкретных растений. Это, кстати, стоило бы взять на заметку. Я, конечно, все это вряд ли запомню. Но, может быть, со временем привыкну к поискам конкретных предметов. Там или иначе. В тех или иных местах. Рядом с городскими поселениями можно найти алкин паудер. По-моему, я их как раз таки подбирал. У меня они даже есть немного. В небольшом количестве. Какие-то дрифтующие деревья. Пыли. Песок дрифтующих деревьев. Можно найти только рядом с открытым морем. А редкий шелковый цветок цветет лишь в каких-то освещенных местах. На заливах Бетсаха, возможно. Ты должен научиться умению читать узлы. Если ты хочешь научиться как раз таки изучить местный лор. Мистические силы или что-то иное. Понятно. В общем, нам нужно найти этого как раз таки странника. Ученого, точнее, с желтым плащом. Полагаю, раз она не сказала конкретное место, где нужно его искать. Если ты где-то просто в городке наверху, где-то в верхнем городке, да, то, наверное, она имела в виду именно... Именно все-таки Бетсаху. Наверняка так. Ну ладно, давайте попробуем пройтись по побережью, как раз таки в сторону той лужайки, чтобы немножко подобрать еще донделионов и проверить нашу теорию о том, что она нам сказала, что донделионы растут как раз таки на лужайках. Впрочем, может быть, ночью они не цветут и подобрать их не получится. Кто знает. Так, посмотрим. Взглянем на карту, чтобы точно ничего не перепутать. Ну да, мы так по побережью сейчас пройдем в сторону леса, и там будет как раз эта лужайка, ворота лужайки. Как-то так они называются. Там же еще какая-то скала Тига. Потом, потом сюда как раз на прямую порту, но нам нужно будет еще заглянуть в городок, чтобы там поройтись и попытаться найти человека в желтом плаще. Так, это что такое? Какие-то ягоды можно съесть, да? Попробуем, кстати, может быть, сразу съесть. Вряд ли они отравлены. Здесь про это ничего не сказано. У меня немножко потеряна энергия, хотя мы восстановили ее. А, я ее сразу съел, да? Я ее не положил. Или нет? Нормально. Все, она у нас сохранилась здесь, в инвентаре. У меня же был голод. В какой момент я его утолил? Я вроде бы ничего не ел. Как-то это незаметно прошло. Может быть, просто сидя у костра, я его утолил? Может быть, и так. Я, впрочем, явно не буду против такого утоления голода, сидя у костра. Заросший берег, конечно. Здесь нужно бы выйти на эту лужайку. Но я ее пока даже не вижу, если честно. Там вдалеке горят какие-то огни. Мы там были, скорее всего. Может быть, это молитвенное место. С синими языками пламени. Какими-то духами, которые там обитают. А вот здесь, судя по всему, как раз лужайка. Вот она это и имелось в виду. Сверимся по карте. Ну, где-то вот здесь оно должно начаться, по идее. В лесу тихо и спокойно. Мне на самом деле нравится здесь находиться. Я бы отправлялся сюда просто для того, чтобы медитировать, расслабляться и познавать дзен. Ах, нет. Вот она лужайка. И выглядит она иначе. Не так, как... Не так, как я ожидал, если честно. Если что, этот звук издал сейчас я. Да, я просто попытался рассмотреть, кто же там. А, это тот тихий мистик. А я это место как раз не замечу. А, подождите, это же порт. Точно это порт. Почему-то я его перепутал с чем-то. Мы здесь отсюда пришли как раз-таки, да. Все. Там, значит, с севера у нас порт. Здесь не перспективно. Все-таки немножко нужно привыкнуть. А вот здесь начинаются, по идее, вот эти луга. И дондолеоны должны расти где-то здесь. Но, может быть, ночью их действительно не собрать. Я уверен, что здесь есть такие предметы, которые можно находить только в определенное время суток. Ну, вообще-то да. В принципе, это очень похоже на луга. Опа, а кто здесь у нас? Кто-то... Какой-то заклинатель, судя по всему. Конечно, немножко бозно подходить к любому встречному в лесу. Все-таки это странное место для обитания. Хотя здесь и Диплендер, например, обитает. И вряд ли это все-таки настолько дикий остров, чтобы здесь была какая-то угроза нашей жизни. Попробуем к нему или к ней сейчас подойти. Тем более она с огнем. Надеюсь, не подманивает просто как удилищик какой-нибудь. Так, а здесь что-то было, по-моему, где-то. Только что-то мерцало. Слышите, кстати, какой-то звук? Там еще кто-то стоит, явно. Мне казалось, что где-то здесь что-то мерцало. Я пропустил этот момент, да? Что-то можно было подобрать. Посмотреть. Ну, ладно. О, вот это, по-моему, не Длендер как раз? Нет, это орхидея какая-то, которой у меня до этого, по-моему, даже не было. Я сейчас сверюсь. Да, это орхидея. Для каких-то раскрывающих спиритуальных эффектов используется. Там кто-то очень так активно по траве шастает. Весьма громко это делает. Охранник дома Пелкен. Ага, и там, возможно, кто-то из... Хозяин будет этого охранника. Значит, что он здесь охраняет, это бы не объяснило ничего. Я не вижу здесь донделионов, вот что меня смущает. Попробую подойти к этим скалам. Может быть, подобрать получится вот этот цветок. Да нет. Никаких донделионов здесь нету. Возможно, они действительно только расцветают в день. Не случайно... Диплендер сказала нам, что... Их нужно искать на залитых солнцем, лужайках. А вот что-то. Но это явно не донделион, это что-то другое. Это старая... Озерная лягушка. Ее можно съесть. Оставим ее здесь. Зачем лягушку? Есть, она дешевая. Оставим лягушку в покое. Нет. А вот... Вот этому заклинателю подойдем. Не принимай все как должное. Понятно, ничего не бери как должное. Это тоже хороший совет. Здесь мудростями... Все в лесу прямо разбрасываются налево-направо. Она, по-моему, рада нас видеть. Не поможешь ли мне найти моего мужа? Ох, ты неужели потерял его в лесу? Он прячется где-то здесь рядом. Хорошо. Я попытаюсь. Но, может быть, ты больше информации о нем скажешь, что он здесь забыл вообще? Как его найти? Сразу вспоминается диск Элизиум, где там с поиском мужа была очень большая, конечно, эпопея. Которая потом выливалась в еще большую эпопею. Так, а это что? А это, по-моему, что-то похожее на грибы, если честно. Да, и весьма дорогие. Можно их съесть. А можно их подобрать. Мы положим их в инвентарь. Заполнив его полностью, кстати говоря. Так, а у нас на поясе есть предметы же? Нет, их здесь нет. Вот здесь есть карман, в который можно что-то положить. Но, пожалуй, сюда мы положим что-то особо ценное. Так, ну давайте попробуем сходим к мистикам все-таки. Я прям что-то как-то застрял вот в этом лесу. И попробуем у них спросить, может быть, это их жена ищет. Кто знает. Еще там был какой-то охранник. Стража. Что она здесь забыла? Я забыл к ней подойти просто. Спросить у них, чем они тут занимаются. А вот этому притворяющимся немым мистику точно нужно присмотреться. Не его ли это как раз жена ищет? Вот на ученика я бы не стал думать. А вот про него бы я бы хотел с ним поговорить. Тихо. Слушай, он решил наконец-то со мной поговорить. Нет, он предложил мне прислушаться. Но, к сожалению, нам здесь немножко мешает вот этот шум. Вот этого экстравертного ученика, судя по всему. Давайте прислушаемся. Да нет, вроде ничего не расслышать. Слушай, ученик, а у тебя нету жены случайно? Но он рассказывает про то, что у него были богатые родители торговца. Третий старший сын. По возрасту третий сын. Они отправили в академию, чтобы как раз таки он там учился мистики. А старшая его сестра заведует магазином. Семейным явно. Младший сам и хочет отправиться в море. Они также пожертвовали, задонатили большую сумму на эзотерический факультет. Его однокурсники шутили о том, что это стало причиной, что, собственно, вот этот как раз ученик получил особое обращение. Ну, да, понятно. Что-то типа взятки, что ли. А это не то, что я думаю. Как ты думаешь по этому поводу? У меня слишком мало информации на самом деле об этом факультете, чтобы какие-то выводы поспешные делать. Моя мать говорит, что я на самом деле талантлив. Он, конечно, действительно экстравертен и готов, мне кажется, рассказать все сейчас о своей жизни. Возможно, мне не стоит слишком долго с ним задерживаться, и я тут могу пропасть надолго. Нужно действительно быть талантливым, чтобы стать настоящим мудрым мистиком. Ну, в общем, он начинает говорить в шабанальности. Как ты думаешь? Ну, конечно, как я думаю, мне кажется, это его интересует в последнюю очередь. Как только мастер приступил к моему обучению, я много выучил. Наконец-то он, по-моему, договаривает. И вскоре она должна начать делиться своими мудростями с ним. Он на это очень сильно рассчитывает. рассчитывает. Я надеюсь, однажды учитель сюда явится, и все-таки мы его здесь больше не увидим. Или увидим его здесь с учителем. Потому что, на самом деле, в другом случае это будет весьма грустная история. Где же она ищет здесь мужа? А что, если муж вот этой пропавшей женщины, это дух на самом деле? И мы как раз мимо него проходили. Такой неожиданный весьма поворот, да? Не знаю, с чего мне пришла вот эта вообще мысль в голову. Но кто знает, может быть, все так обстоит на самом деле. Вот почему-то что-то меня... Из-за чего-то я побаиваюсь подходить к этому месту. Силы явно какой-то. Хотя, вроде бы, духи там болтали между собой и на меня вообще внимания не обращали. О, а это кто? Сколько здесь людей, на самом деле, ночью обнаруживается в лесу. На самом деле, я думал, что здесь будет дико, тихо и нелюдимо, а здесь прям вообще-то просто куча народу гуляет. Какое облегчение видеть дружественное лицо. Ну что ж, видимо, она здесь не так долго гуляет, как мы, поэтому встретила только нас. Ее хозяйка отправляет ее собирать здесь на рассвете или на закате реагенты. А, в сумерках, в сумерках. Даск, это в сумерках же точно, по-моему. Она говорит, что как раз какие-то должны быть собраны в сумерках. Да, какие-то растения растут явно. Определенное время суток мы все больше находим. Это мы подтверждений. и она боится, что кто-то после наступления темноты, что какие-то могут случаться страшные вещи здесь. С нами пока вроде бы ничего такого не произошло, но предостережение, конечно, стоит принять к сведению. Что ж, я по крайней мере любом случае рад, что встретил ее. И она немножко почувствовала облегчение. Представляете, да? Каждая ночь отправляет, ну не каждая ночь, но периодически отправляет в ночь свою служанку кто-то. Опа, смотрите, испуганная кошка. Ну, раз она испуганная, то она не представляет опасности. Сколько здесь интересной живности всякой разной. Там что-то валяется, какая-то. Корзинка еще одна. Можно ее погладить. Можно. Можно погладить КТ. Не боись, КТ. И не нападай на меня. Ой, оно, оно, она, он урчит. Милота какая. Ну все, на самом деле она не такая испуганная. Или может быть мы не настолько пугаем кого-либо. Ох, куча всего здесь обнаружено. Какой-то там экземпляр парфюма. Сложенный бумажный куб. Что-то дорогое есть. На самом деле я так понимаю, что мусор-то подбирать особо не стоит здесь. Хотя, с другой стороны может быть его стоит убирать, потому что что он здесь валяется в лесу явно сорить не стоит. Но я думаю мы в одиночку эту проблему решить не сможем. Ну что, подбирать здесь что-то или не стоит? да пускай валяется. Хотя нет, вот это подберем и возможно вот этот грязную коробку бумажную выкинем. Сколько она стоит? Нет, она вообще почти ничего не стоит. Выкинем. И еще есть какой-нибудь мусор. Это цветки, ну пускай пока останутся. рапорт по идее ничего не стоит, но его как раз не стоит перепутать с другими предметами. Этот рапорт нужен конкретному потому что персонажу. Это можно будет съесть тоже. Примем к сведению. Старая керамическая чашка, пожалуй разрушим ее. Еще что-нибудь лампа, ну хоть какая-то стоимость. По идее обменять это можно было бы. Ну здесь у нас уже два предмета вот этих два узла. Оставим их. Надеюсь удастся это обменять где-нибудь. Кошка вообще незаметная в этом лесу. Куча всего незаметного к чему нужно присматриваться. Что-то периодически мерцает спасибо навыку но в остальном это не такая простая задача. Кто-то периодически зажигает свет но тоже не часто. Ох заиграла музыка вновь. Мы вышли к побережью кстати. Мы почти дошли до восточного побережья и я прошел этот участок где мы видели до этого стражу. Где-то где это было? Лес такой к его глубине пока очень сложно мне как-то привыкнуть. О здесь горит огонь. Как маяковый возможно. Чтобы его видели корабли издалека вполне возможно. Здесь костер сжигать не нужно. А вот 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 как раз таки стражи дома Пилген. Подойдем к ней. Я это место прошел явно не заметив его. Здесь больше по-моему никого нету и мужа пока проблема найти на самом деле. Их здесь даже двое стражников. Вот жена ищет мужа своего. А здесь что за растение кстати? Подожди что это? Мы можем его подобрать. Да и смотрите подобрали его плоды. Возможно весьма ценный реагент будет. Подойдем к страже. Нас приветствуют как кочевника. Мы защищаем собственно хранителя от опасности а не от разговоров. Ага. А только кого вы защищаете? Я не совсем понимаю. А вот же кто-то. Ботаник дома Пилган. Понятно. Попробуем с ним поговорить. Может быть он видел мужа вот этой бедной женщины. Сложно не разобрал его немножко речь. Но он приветствует нас как путешественника. Букет цветов собирает. В цветах как раз таки дома Пилген. приема какой-то будут организовывать в его семье. В доме Пилген как раз таки. И только свежие цветки окрасят его. Этот прием. Такая традиция у них. Которые молодая самая молодая высокорожденная баронета дома выполняют как свою обязанность. Только почему-то собирает как раз таки ботаник эти цветы. Ну понятно с другой стороны. Почему? Не пристало баронессам этим заниматься особенно ночью. В общем для него это большая ответственность. Он подходит к этой обязанности с большой честью. С большим уважением. Тем более ему выделяют охранников как раз таки. Которые обороняют его от бандитов или существ диких. Ну их здесь не так много одни испуганные кошки разве что. Между этими уважаемыми домами всякие различные игры конечно же проходят с заложниками в том числе берут заложников и один дом другого шантажируют. чаще эти заложники с ними обращаются как с гостями чем какими-то там преступными как узниками как преступниками и скоро их обменивают обратно. ну в общем здесь такая забава это даже он к этому относится не как чему-то серьезному понять можно. для кого-то этот обычай может показаться странным да нет мне на самом деле вполне понятно это как-то даже здесь мне кажется вполне себе обычная банальность даже я бы так сказал если что эти дома перед кем-то перед каким-то иной силой иностранной силой да могут они все равно объединиться в одну цепь ну в общем он конечно заболтался и хочет перейти обратно к своим цветкам белые лепестки с белыми лепестками ищет и тебе удачи и твоему дому пожалуй нет причины не думать что его дом не заслуживает такого обращения красивые как бы погрузились он оказался не таким плотным и уж точно не таким страшным как можно было подумать даже ночью а уж днем здесь вообще должно быть роскошно красиво ну давайте попробуем все-таки подойти к тем духам может быть они все-таки какую-то информацию мне смогут подкинуть пожалуй если ничего от них не получится узнать храни моих наследников безопасности они эти духи как будто молятся за живых но это точно духи потому что видите он спрашивает где теперь моя могила конечно блаженное место если сейчас мы от них ничего не получим а скорее всего нет я не вижу здесь возможности как-то с этими духами связаться то наверное придется оставить эти поиски мужа этой женщины вот здесь кстати по-моему можно прочитать знаки нет или в ночи их просто не разглядеть да судя по всему не разглядеть у меня не получается это сделать пройдемся еще сюда может быть где ее муж может быть она просто не знает что его здесь нету найти его не получится вполне возможно может быть его здесь и нету она просто от отчаяния это делает кто знает что у нее на уме нет полагаю мы его не сможем найти давайте возвращаться в город может быть через лес только это сделать только здесь вот скала мешает конечно надо бы ее обойти еще вот эту часть острова смотреть может быть где-то он все-таки прям там на побережье был докуда я не дошел потому что я там не все внимательно прям осмотрел я имею ввиду именно западное побережье там где вот горит огонь там где старый порт разрушенный может где-то там он прячется или что-то делает я опять уже немножко потерял энергию ну если что можно выпить чай полагаю бесплатного и восстановить ее ну отплывать мы тоже сейчас конечно же не будем прежде нужно будет найти попытаться найти человека в желтом капюшоне или в желтом плаще проблема в том что в ночи желтый капюшон желтый желтый плащ будет не так заметен мы чувствуем какую-то опасность я поэтому немножко настороже сразу встал но по-моему здесь ничего особенно не происходит я по крайней мере ничего не вижу вон в ту часть города перейдем это по идее же верхний город как раз таки там попробуем найти может быть вот этот человек в желтом плаще я направлюсь туда здесь путешественники какие-то коза ее наверняка тоже можно погладить вы посмотрите какая странная коза с крыльями с ангельскими причем такими я ее до этого не подмечал а вот символы очередные прочитаем может быть когда-нибудь мы этот язык изучим на самом деле и вот эти вопросы во что-то иное преобразуются уличные дети всегда какие-то игры проходят на улицах путешествующий охотник здесь по-моему просто туалет стоит ну вот похож ли он на человека в желтом плаще попробуем подойти поинтересоваться судя по знаком на стенах это может быть он то есть по вот этим как раз таки узлам а с ним поговорить как раз к сожалению нельзя он почему-то не настроен на разговор видите неактивно возможности а может быть вот она но это путешествующий музыкант это другое аспирант как раз таки путешествующий по-моему с ним я до этого уже говорил знание это игра через слушание здесь для того чтобы посетить старика но это явно ученый какой-то как раз таки это может быть он и вот этот аспирант он хочет стать кандидатом она хочет стать кандидатом все еще нужно ей сдать какие-то тесты старик не современен скажем так даже по традициям фолка местного он даже не посмотрит на тебя в общем понятно почему он с нами не хочет поговорить да мы его внимания явно не добьемся может быть это как раз кто мог бы нас обучить этому языку но явно это будет не так просто а вот здесь очень красивое место вот эта площадь можно так сказать здешняя небольшая городская и здесь путешественники которые явно уже повидали намного больше чем я рассказываю эту историю о каких-то опасных различных местах в которых бывали здесь просто тоже приятно погреться с ними у Кастро молодежь бегает здесь на улицах есть какая-то даже банда которая разбирается с местными торговцами учится все время их нагревать меня пытались даже этому научить но я честно говоря особо этому не пока не интересовался этим на самом деле не мешало бы сейчас пройтись по каким-то лавкам может быть что-то все-таки попытаться купить за ту всякую рухлить которую мы нашли в лесу не думаю что что-то ценное тут ценного на самом деле потому что весьма высокие но обменять на что-то стоило бы потому что да здесь нет валюты этого стоит иметь ввиду и поэтому ты каждый раз обмениваешься просто теми вещами которые у тебя есть с собой тебе чтобы на что-то накопить тебе нужно постепенно просто получать все более и более дорогие вещи я продолжаю присматриваться к местным жильцам если здесь кто-то в желтом плаще но честно говоря никого подобного не замечаю повсюду эти знаки на местном языке но тоже непонятно вот эта группа готова как будто показать в любой момент представления но судя по всему не сейчас и не в этот момент самая людная часть наверное города как раз таки она здесь находится вот здесь что это такое какое-то светильще как будто желтого цвета по-прежнему здесь больше не вижу но это явно какое-то светильще волшебное это светящийся огонь летающий левитирующий представляет из себя явно какую-то волшебную форму мы получили немного опыта хорошо вот здесь что-то валяется лежит какой-то мусор очередной или что-то более ценное ну вряд ли что-то ценное бы на самом деле здесь просто так лежало это какой-то куб ну-ка от стоимости его на самом деле ничего из себя не представляет да ну нет пускай валяется дальше не будем захламлять и так весьма ограниченный инвентарь лучник Малкус по-моему он или родственник или ну в общем как соратник как раз того же персонажа которого мы видели на западе деревья на западе от деревни вполне возможно они как-то связаны они высокие все такие сразу видно хорошие воины выглядит грозно в общем конечно если присмотреться к здешним людям то можно их начать различать по росту по цвету лица в том числе здесь явно есть разные как раз группы разные этносы какая-то поэма которую мы пока разобрать не можем а здесь можно подойти уже прямо взять и сесть на корабль насколько я понимаю это бесплатно осуществляется но нам нужно будет отправляться не с этого порта а все таки чтобы направиться на верфь вот сюда нужно будет сесть поэтому нужно будет спуститься выйти из деревни и направиться в другую немножко часть этого города какие-то торговцы с кем-то давайте первым попавшимся попробуем подойти найти бы только его эзотерический торговец ну-ка какие товары у него есть ох ну тут много всего интересного кстати и возможно стоило бы обменять на какой-то предмет вот как раз научить постепенно приступать к науке обучения вот здесь уже прям конкретные навыки да судя по всему да и стоят они недешево у нас нет предметов с такой стоимостью чтобы на них сейчас можно было обменять здесь нужно как раз думаю полагаю я начать приступить к обучению здешним здешним особенностям торговли то есть имея кучу дешевых предметов нам нужно получить вместо них один тоже нам не нужный предмет но всего один который дороже по стоимости давайте попробуем сейчас это как раз таки сделать какой здесь сейчас можно назвать как раз дорогим может быть вот эти как раз узлы использовать можно. Впрочем, здесь может быть что-то полезное нам сейчас, потому что он по карману можно было бы использовать для чего-то. Lotus. Для чего он используется? У него как раз торговая стоимость есть. Вот. Для этого он здесь прям так и сказано, что можно его использовать как предмет для следующей продажи. При помощи узлов действительно передаются какие-то послания. Они могут предоставить какую-то конкретную ценность. Вот это вообще непонятно. Для чего он у него высокая достаточно стоимость. Здесь какие-то редкие специи. Можно, если что, употребить, да? В качестве пищи. Давайте посмотрим вообще, что мы сможем здесь продать. Так, ну ягод продавать не будем. Это тоже. Это можно будет, если что, съесть. А вот... Так, это рапорт. А вот это попробуем сейчас обменять на что-то. Так. Вот эта шляпа у нас какая-то совершенно тоже ненужная, некрасивая. Я ее одевать даже не хочу. Так, вот это. Вот это. Отлично. И, по-моему, все остальное мне как раз-таки может еще пригодиться. Остальное я не готов рисковать. Продавать. О, здесь какой-то другой игрок бегает. По-моему, сразу можно его определить, кстати, по бегущему. Меня, по-моему, не так легко будет обнаружить. Потому что я все-таки по большей части хожу и вообще-то сливаюсь с местными жителями. Неплохо так. Обычные игроки, которых до этого я, по крайней мере, встречал, они все, все достаточно активно перемещаются именно бегом. И, конечно, их видно издалека. Маскироваться из них никому бы, я думаю, не получилось бы хорошо. Так, ну что? Сколько мы всего получаем? 24 ценность предметов. И нам нужно что-то на эту стоимость же найти. Вот, смотрите. Может быть, как раз-таки вот этот, да? 22, 24. Еще что-то есть. Любой предмет, на самом деле, чтобы просто не захламлять инвентарь. Подходящий по стоимости. Ну да, вот это как раз идеально. Не совсем понятно, что обозначает вот этот узел, да? Какое в нем значение. Может быть, мы просто недостаточно хорошо знаем этот язык как раз, чтобы понять его, да? О, по-моему, светает наконец-то. Наступает день. Окей, это здорово. Ночь все-таки не бесконечная. Но мы его получим, потому что он идеально подходит по стоимости. Предложим обмен. А почему 29? Слишком много. Было же 29 написано, а здесь 24. Ну-ка. Теперь 32. Нет, я не готов обменивать цветки. Мы не можем, да, обменять, к сожалению, просто так. Черт, очень жаль. Я хотел прям получить этот узел. Но, видимо, придется попробовать найти что-то другое. О, вот. Вот, это приемлемая сделка. Его значение этого узла тоже не ясно, но какой-то предупреждающий узел, чтобы это не значило. Есть какой-нибудь другой, кстати, здесь? Здесь узел загадывания желания, насколько я понимаю. список желаемого. Вишлист. Что это такое, да? Можно было бы, исходя из этого, понять его значение. Можно было бы взять лотус тогда. Он бы по стоимости тоже подходил. Но пускай будет вот этот предупреждающий узел. Я не хочу, конечно, никого, ни о чем предупреждать. Хочу быть максимально мирным. Но в любом случае давайте его. Наверное, его обменим на вот эти все наши предметы. Отлично. Так, инвентарь, конечно, значительно освободился. Возможно, стоило бы поискать какую-то одежду. Потому что у меня здесь полным-полно свободного места. Как раз-таки на себе еще. Чтобы не захламлять инвентарь, лучше было бы захламить вот это, да? Но, пожалуй, там стоимость наверняка будет куда побольше, чем 24. Важно. Это уже персону сразу видно. Выглядят они весьма стильно. Ну, не вижу я здесь человека в желтом плаще. Поэтому давайте постепенно... Явно стало светать. По-моему, было отчетливо видно, как сменилось освещение чуть-чуть. Хотя по-прежнему темно. Слушай сказать, может быть, наоборот, наступила более глубокая ночь. Давайте выпьем немножко чая. А вот! В желтом плаще человек. Сейчас попробуем туда подойти. Да, давай восстановим энергию. У нас ее как бы достаточно, но мы ее все равно тратим. Постоянно тратим. Выпьем чая, чтобы ее восполнить. Подойдем еще к вот этому желтому. Человеку в желтом. Я не скажу, что это плащ, но попробуем все-таки узнать, кто это. Может быть, он согласится бесплатно нам как-то нас как-то обучить чему-либо. Любому обучению я, на самом деле, здесь открыт, конечно, потому что этот мир явно большой для исследований. я только начинаю открывать, и мне любая помощь пригодится. Можем вставать, полагаю. Так, можно ли с ним поговорить? О, как раз-таки ассистент. Ученик. Ищите ли вы скрытый вход? Скрытый вход куда? Про что он? Сложно понять, да? Пожалуй, это не то, ради чего мы сюда пришли. А больше здесь как раз-таки, к сожалению, с этим мастером, если это мастер, поговорить нельзя. Здесь больше других каких-то людей в желтом плаще я не вижу. Интересно, чем все вот эти ребята занимаются. Ну, это просто путешественники какие-то. Амбициозный путешественник, нервный путешественник, любитель приключений и просто любитель приключений. Взгляни на героического путешественника, искателя приключений, Хилим. На себя. Нескромно, нескромно. Он сохраняет все свои сбережения и тратит их на оружие, броню и, в общем, снаряжение для того, чтобы путешествовать под землю. Тут еще и подземелье есть. Что-то я как-то об этом даже не думал, если честно. Хотя это тоже было бы логично. Так же он как будто инженер какой-то с какой-то фабрики. Он рассчитывает на свои технические скиллы, навыки, которые, кстати, я вот, например, ни разу здесь еще не применял ни на что. Ну что ж, видимо, он действительно не менее амбициозный, чем амбициозный путешественник. Ну ладно, что ж, мы покидаем эту деревню. Явно мы в нее еще много раз будем возвращаться, конечно же. И с Диплендером еще поговорим когда-нибудь. И, может быть, все-таки удастся нам однажды найти мужа, вот этой пропавшей женщины. Здесь множество самых разных занятий. Поспешил я с выводами, что стало светать. Нет, светать явно еще не стало. Мы постепенно будем просто переходить к порту. Только где он здесь находится. Да. Он может так-то, этот муж, потеряться на любой другой части острова. Она ищет его здесь, например, а он где-то может быть находиться здесь, явно не рядом с храмом, но тем не менее. Кого мы здесь... Чей голос мы здесь слышим? Вот это тоже не совсем понятно. Энергию мы восстановили полностью. Это здорово. Так, где-то здесь порт. А, вот он как раз-таки. Какой-то исследователь или исследовательница, потому что, судя по всему, она как раз там что-то бормочет. Это ее мы слышали ранее. Посмотри туда, среди волн. Что там? Она изучает китов, судя по всему. Энтузиастка, исследующая китов. Она может нас... В общем, она может нам долго о них рассказывать, об этих китах, если мы ее не остановим. Она даже толком не вспомнила нас поприветствовать. Если не так, то извиняется за это. Ее звать Гвин. Она действительно увлечена своей работой. Готова целую ночь исследовать этих китов. Которых я, честно говоря, пока что ранее не замечал. Кстати, что нас опытом. Ну, почти подошел. Я к третьему уровню. Близко было. Действие чая закончилось. Так, а вот это как раз-таки порт, в который должен прибывать корабль, который, судя по всему, отвезет нам куда надо, в западную веревь. На ту землю, где мы будем передавать отчет, а потом направимся дальше. Как раз-таки передадим механические части. А дальше, я уверен, найдем занятие другое какое-то. Потому что мы изначально же, когда я создавал персонажа, указали, что направляемся в сторону запада исследовать запад. И запад явно таит в себе во множество интереснейших земель, огромных локаций, как вот эта, например, да, которую можно долго-долго исследовать. Потому что вот один вот этот остров Бацаха, это по сути одна локация всего лишь. ее, мы сейчас, можно сказать, я ее происследовал, осмотрел, но явно не раскрыл все ее детали, да, не посмотрел здесь все, что можно было. Не узнал все, что можно было. Кстати, видите, там какое-то животное. А нет, это волна все-таки, по-моему. Здесь еще много раз я буду сюда возвращаться. И таких локаций здесь, по-моему, больше 20. Давайте на карту взглянем. на большую. Уже сейчас больше 20 точно. Сейчас считать не буду, но видно, что больше 20. Если они все такие будут примерно по размеру, как Бацаха, то, конечно же, это просто огромнейший простор для исследований. И все это выглядит действительно как живое пространство. Это просто потрясающе. Так, я правильно ли подошел? Так, правильно ли я подошел, выбрал ли порт, чтобы еще раз свериться? Вот, у нас есть два порта. Один нерабочий. Возможно, к нему можно приплыть с другой стороны с какой-то. А вот здесь у нас два порта. Если смотреть здесь, то как раз видно, что они с восточной части острова отплывают два корабля. Один движется на юг, а другой на запад. Сверху, сюда, в мир, а сюда, вот в эту верфь, именно, значит, вот этот южный корабль. Я видел, как к этому причалу он до этого пребывал, поэтому мне нужно будет его просто дождаться, наверное. Это не так много времени займет. Пока можно, пожалуй, разжечь костер и немножко передохнуть. Может быть, дождаться все-таки следующего дня, чтобы уже в светлое время суток отправиться на корабле куда-то и насладиться этим плаванием. Да, я думаю, прежде чем покинуть Бацаха, будет необходимо отдохнуть. Разжигаем костер. Может быть, даже пропустить несколько кораблей, никуда не спеша вновь настроиться на дальнейшее путешествие, на исследование нового какого-то региона. конечно, здесь исследовательница китов немножко своим бормотанием будет нас сбивать с вот этой дзен-волны, которую мы вновь попытаемся поймать. Но ничего, можно будет и к ее бормотанию невинному пожалуй, привыкнуть. Да, пожалуй, отправимся дальше на другой берег исследовать новые земли, наконец-то, большую землю. я уже слышу, как пребывает корабль, но это не наш корабль. В следующей части продолжим. Продолжим. В следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok